Впервые кольцевые гонки российские зрители увидели в рамках Формулы-1. Тогда серия Миджет была гонкой поддержкой Гран-при России. Теперь это отдельный вид соревнований, в котором могут участвовать как профессионалы, так и любители. Важно здесь и то, что у спортсменов равные условия. Все автомобили одинаковые. Заднеприводные с двухлитровым двигателем. А в моторе этого гоночного прототипа 230 лошадиных сил. Поэтому отличиться можно только благодаря мастерству. И возраст здесь не помеха, отмечает 57-летний участник Кубка России. Конечно, физически мне труднее. То спина, то не спина. Глаза, зрение, линзы, пыль, песок. Все это, конечно, влияет. Но, видите, мы не сдаемся. И результат квалификации сам говорит за себя. Четвертое место, ну, это очень-очень-очень достойно. Наверное, многие не ожидали такого. 28-летний гонщик из соседней Абхазии Дмитрий Гвазава пока ближе к серии любителей. В Миджет он перебрался из прокатного картинга. Несмотря на небольшой опыт, здесь он один из лидеров. И перед стартом делает пророческие прогнозы. Здесь, в Миджете, я дебютировал в этом году. В общем, в зачете иду на втором месте. И вот эта финальная гонка будет решающая. Кто станет обладателем Кубка? Я и Алексей Карачев. В первом заезде сочинская трасса действительно привела Дмитрия к финишу вторым. Лавры победителя достались Алексею Карачеву. В этом году это уже шестая победа у меня из семи гонок. Будем стараться и в следующей гонке одержать победу. Но единственное, что сейчас будет интересно, у нас будет реверсный старт. Я приехал первым. Теперь во второй гонке буду стартовать шестым. Дима приехал вторым, например. Он будет стартовать уже пятым. Будет много интересной борьбы. Гонка обещает быть очень зрелищной. В зрелищности, как и обещали пилоты, кольцевые гонки действительно не уступили ведущим мировым автоспортивным соревнованиям. Были на трассе и аварии, и потеря запчастей. В итоге же призеры первого заезда поменялись местами, и обладателем Кубка России стал абхазский гонщик Дмитрий Гвазава. Поддержали же спортсменов-экстремалов олимпийские чемпионы России. Хоккей – это тоже такая мужская игра. Здесь тоже – это скорость, это адриалины, это соревнования. Для меня тоже большая честь, потому что настоящим мужикам буду вручать этот парень. Поэтому пришел получить удовольствие, специально приехал для этого. Организаторы пророчат Миджет серьезную перспективу, ведь данный класс, ко всему прочему, считается сравнительно недорогим. Здесь еще и гонщики-любители, которые за этот сезон выросли до уровня гонок на Сочи-автодроме. Это очень здорово, они гоняют не на дорогах общего пользования, а именно здесь, в Сочи. Это один из важных результатов популяризации такой серии, как Миджет. Для нас на самом деле очень отрадно, что наш автодром сочинский живет не только, когда здесь проходит королевская гонка «Формула-1». Уверены, что как и гоночная трасса, так и вся инфраструктура городская полностью готова к проведению таких мероприятий. Все это работает, самое главное, эффективно. И в дальнейшем будет позволять, как и содержать гоночную трассу, позволять, так и привлекать в город Сочи дополнительных туристов, особенно в межсезонье. Количество мероприятий на Сочи-автодроме будет только расти, ну а королевские гонки 2017 удивят всех новизной. Будет много особенного и неожиданного, заявляют промоутеры.